Ну что ж, не прошло и пару дней, я начинаю работы с Квасаки ТР. Первое, что я сделаю и покажу, что я буду делать, это багажник. На багажнике меня не устраивает то, что вот здесь нет никакого упора подобного вот этому. И также мне не хватает ручек, не знаю почему, но мне вот не хватает и всё. Они уже где-то здесь согнуты-нагнуты. Вот так, наверное, это вот эта вот часть из трубы подходящего диаметра. Но тут ещё тысяча и одна подгонка, короче, как-то вот так оно будет. Но, конечно же, я в итоге покажу, как всё это будет выглядеть. Также будет изготовлено подобие защиты рук, ну точнее защиты рычагов. Короче, примерно то же самое, что я делал на ТР. Ставить сюда какую-то модную или из пластины мне не хочется. Потому что весь мотоцикл такой округлый-круглый и туды-сюды. Да и плюс руль нестандартный. То есть всё это будет смотреться в крайней степени страшно и убого. А мне этого не хочется. Также начал делать заготовки дуг. И ещё вот из этого вот будет сделано вот сюда крепление под светоотражатель, чтобы крыло, когда устанавливаешь номер, не казалось каким-то обрубком. То есть этот момент я тоже предусмотрю. О, и буду делать дуги. Но с дугами, конечно, это вообще, в общем, я упоролся. И вместо того, чтобы вот этот вот хомут просто притягивал пластину, ну как обычно я здесь делал, короче, я решил две проблемы. Во-первых, я смогу поднять дуги выше крыла, а не делать их вот здесь совсем коротенькие. Тем самым дуги станут, ну, полезными. И я это делаю на пластине из нержавейки, в которой саленблоки установлены. То есть на эту упору, то есть в чистой воды, это вообще... Ну, если бы, короче, у меня не было этой пластины, я бы никогда такую конструкцию не начал делать и изобретать. Но так как эта пластина у меня есть, то почему бы не сделать? В принципе, тема достаточно интересна тем, что, во-первых, снижается вибрация. То есть на... Я знаю, что на кавасе дуги там вибрировали, дай боже, вот, за счет саленблоков. Ну и плюс в случае падения, типа, удар на раму просто, ну, становится никчемным. Так как сыграют саленблоки, сыграют пластины и т.д. и т.п. При этом жесткость, в принципе, остается весьма и весьма неплохой. Вот, поэтому вот таким вот героическим решением буду делать такой первый в своей жизни пробный вариант дуг. Вот, что еще? Да, и в принципе ничего, буду потихонечку делать и что-то пытаться показывать, я думаю. Потому что... Всем интересен. Ну, худо, бедно. Извините. Процесс всего этого мероприятия. Итак, по багажнику у нас какие продвижения? приварена одна ручка к сожалению сделать цельный вот этот вот изгиб у меня не получается за один раз поэтому здесь пришлось резать убирать кусок и сваривать к сожалению то есть за один заход у меня это не получается ну а здесь вот эту дужку сделал то есть теперь здесь есть свободное какое никакое пространство дальше 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 надо сделать вторую ручку для неё естественно есть уже заготовка но сегодня пока всякие крепления варил время кончилось какие крепления я варил ну вот допустим нужно сделать было вот таких вот шесть штучек то есть это труба который ну срезается фаски с краев и потом приваривается шайба куда такие используются ну вот сюда вот используется например под установку ну чтобы крепить все это внутренним шестигранником вот сюда на дугах not раз сюда я пришел сделано вот такая вот дуга защита рычага вроде как и ничего то есть он за сегодня тоже успел ее сделать крепление как говорил самые обычные от защиты рук стандартный но здесь анкера я как бы ничего интересного в целом нету также вот вторая заготовка получается ее сделать за один заход из цельной трубы без резок без всего это не может не рад ну конечно здесь отхода очень много но что поделать так ну и что еще сегодня за продвижение дуги вот собственно сегодня сделал как и говорил собственно вот эту вот штуку сделал тоже на внутренний шестигранник штукенция у нас на как их демпферах вот но это вот просто показываю что за сегодня сделал конструктивные какие-то особенности пояснения будут уже следующем видео когда я буду ну когда это все будет открашена и уже буду подробно рассказывать а пока просто показываю о продвижениях в изготовлении в целом при положительном раскладе завтра все сварочные работы по трке закончится ну что ж пробежимся по кратенькому обзору готовых к покраске деталей на замечательной квасаки тр смотрите что по багажнику по багажнику собственно ничего особо я и не сделал то есть геометрия осталась а та же точка теперь не те же я лишь сделал удобные для меня ручки ну и немножко как-то вот шанс что я отломлю фонарь короче крайний степень велик поэтому я здесь сделал вот такую штукенцию как бы и продлил багажник и как бы ну выемка из разряда что ничего не упадет по защите рук сделал одну сделал вторую вообще ничего интересного все удалось сделать из одной цельной трубы не знаю как мы трубогиб это осилил но видимо так просто удалось читать случайно подгадать крепление все взято были от родной защиты рук но и дуги дуги значит подробнее обо всех вот этих вот каких-то мелочах я расскажу когда они уже будут покрашены и будут из себя представлять что-то красивое и т.д. и т.п. а так в общем как говорил здесь крепление на соленблоках труба обычная к этом двадцатка по моему как мы видим ну труба достаточно тонкая и есть опыт по учебным очкам что если трубу оставлять внизу такое же первое ну слабое место это труба обернется вокруг выхлопа грубо говоря поэтому здесь я сделал усиленную трубу которая точно не погнется а дуга будет загибаться в обход трубы если вдруг что-то случится а что по низу то обычные стандартные крепления и ничем они не примечательны но еще сделал штучку сейчас покажу вот штучку вот сюда то есть просверлил крыло увы и ах под крепление номером ну то есть чем суть во первых мне не нравится когда крыло получается кастрировано номером то есть обрубается номером и его не видно и даже с маленьким номер ситуация то же самый плюс маленький номер я поставил третьей точки нету таким образом сделал такое крепление у нас появилась третья точка крепления а здесь по низу будет точно такой же отражатель как и сверху стоит ну и то есть крыло будет кончаться не номером отражателем таким образом у нас появляется и третье . крепления и мы уходим от кастрации крыла теперь все это будет сниматься отвозиться пескоструй и покраску порошком скомплектовал немножко но и соответственно сегодня забрал с покраски все детали которые должны быть установлены на мой kawasaki tr но на самом деле все не так красиво как звучит потому что например анкеры с алика еще еду то есть защита рук накинута по сути просто так ну дуги тоже поставлю но потом снимать когда на учет буду ставить и еще заказаны но не напечатаны наклеечки ну что я подразумеваю по наклейками вот такого типа наклейки и к сожалению пока не напечатали там какой-то завал не завал ну кого это на самом деле волнует потому что мало кому интересны эти мелочи интересно они по большей части только мне ну а так собственно открашены дуги открашена третье крепление номера и ну и соответственно отражателя сделано от это беспонтовая бесполезная ручка которая по сути сделана ради того чтобы хоть как-то использовать вот эти крепления тоже лежат у меня года три ну и здесь будут крепления точнее они уже есть под фары по багажнику принципе тоже самое но что вот еще появилось еще появилось крепление бардачка потому что нашелся бардачок я такой а пусть будет и сделано крепление под сумку не помню показывал что я делал нет наверное нет но они есть здесь будет устанавливаться аля под японию под оригинал сумочка но сейчас все равно чтобы это не все не валялось снять на пять минут проще чем чтобы перемещать все по гаражу лучше пусть на мотоцикле покажу как я все это установлю как это выглядит ну и вы тоже сможете за этим наблюдать непосредственно установки дуг это тоже занимает посековать визерное время единственное нужно сразу выбрать высоту ну кто знает какая должна быть поэтому будем все делать по моите а еще есть такой момент что что вот я забыл как это сделать по моему вот так я устанавливал потому что мешается крыло чтобы дуги нет подожди как я это делал я же как-то это снимал наверное это делал со снятым креплением похоже или со снятым крылом вариант 2 но наверное проще будет снять крыло очень крепление хотя хотя наверное с ним укрепление это будет попроще просто первый раз я точно снимал крыло а вот как я делал последующие разы я честно говоря не помню еще посмотрим ну как всегда да все летит вот таким образом устанавливаем дуги сейчас главное чтобы они в крепление влезли потому что после порошка налили краски очень много они как устают с трудом плюс после того как порошком прогоняют сварочные швы немного не то что поведет но в процессе того как дуги запекаются в краске ну любая деталь происходит некоторый отпуск металла как раз в напряженных точках сварочного шва это на самом деле неплохо но вот такие вот проблемки потом возникают принципе поэтому я всегда и стараюсь которые я делаю ставить самостоятельно чтобы люди избежали вот таких вот проблем пока все это в металле все это волшебным образом собирается но как только ты это красишь сразу начинается такие вот не очень приятные мелочи но все дальше он уже влетел от руки никаких проблем особо нету так теперь теперь надо собрать все что было безвозвратно потеряно значит у нас идет резиновая резиночка ну как бы которая упала естественно еще раз устанавливаем резиновую резиночку за резиновой резиночка идет железная не резиночка тут еще надо выбрать высоту второй раз я что-то снимать это не буду наверное когда я поеду ставить на учет то я постараюсь наверное снять крыло чтобы снять дуги потому что никакого желания и настроения мне это делать еще раз другом порядке нету плюс когда я это все ставил устанавливал без резинки ну все примерки и т.д. и т.п. а часто хочется типа по уму собрать но как всегда по уму у нас ничего не получается сейчас как-нибудь соберем как-то же я это все делал пока оно было установлено непосредственно на мотоцикле так ну вот этот демпфер у нас идет шайобочка и потом болт с внутренним шестигранником здесь тоже пульсанина потому что резинка еще и оттянула ни фигового крепления поэтому возникают всякие приятные моменты но вроде сейчас все соберется я надеюсь по крайней мере точно хочется верить в это но уже я не уверен что-то у нас нихера не собирается честно говоря то что судя по всему надо будет ставить все без резинки потому что не хватает теперь длины болта что ли я не понимаю или хватает короче у нас ряд сложностей которые в принципе на стадии сборки даже не предполагались но слава богу вроде бы отдельно живет так что-то у меня настроение все это крутить вручную шестигранником нету возьмем ротационку если она сюда тоже подлезет вроде худо-бедно подлазит ключик на 12 и поехали теперь надо чтобы шайба это зашла охренеть какой головняк создал на ровном месте на самом деле о шайба залетела наконец все теперь это без проблем затягивается и даже хомут встал свое положение и резинка никуда не уехал вот это прям чудо чудное и сразу можно накинуть шайбу раз все это поджалось да на второй раз конечно я это буду ставить исключительно а со снятием крыла ну точнее дуги снимать что-то не горюя желанием второй раз это крепление снимать хоть на самом деле ничего сложного то в абсолюте нет но просто не хочется так пойдем героически установим второй стороны этот несчастный волк шайбу мы попытаемся так устанавливаем шайбочку но как всегда ничего особо не устанавливается может шестигранник идет на перекус так вроде вошло теперь самое главное просто наживить дальше уже как-нибудь что-нибудь само по себе да народиться так все вроде наживилась так резинка со всех сторон ровно все ровно теперь надо все это затянуть на самом деле когда все это собиралось первично и изначально казалось намного проще теперь что-то это щетка не влазит это не влазит вообще какие-то странные действия происходят но так как здесь все на сален блок в принципе ничего страшного нет теперь наживляем вот эти вот гайки гайки закрытого типа я не помню по-моему это от выхлопа что ли гайки были может даже от какого-то китайского выхлопа возможно это от мотоцикла патрон даже гайки того самого на котором не храил очевидно будет ездить по круг жизни и именно он сейчас занимается изображением оператора но это наверное лучше чем если бы я стационарную камеру один поставил так поинтереснее когда двумя руками работаешь и что хоть что-то можно вблизи показать эту сторону чтобы затянуть надеюсь там болт не прокручивается внутри трубы хотя бы не должен по идее затягивает все огонь да главное потом снять я думаю за это время резинка просядет и все будет хорошо но и нижнее крепление заворачиваем принципе я ожидал конечно что раскорячить или от краски или от того что сварка пройдет расслабление но тут еще углубляется все тем что покрасили дуги немножко не в тот цвет изначально но это вы мелочь все исправили перекрасили но как бы слой из краски и лака теперь условно не три слоя а 6 все это красилось прошло ну вот так вот дуги установлены принципе все это весьма и весьма жесткая конструкция и чтобы ее куда-то сорвать ну я очень сомневаюсь теперь вот эта вот ручка моя чудесная с креплениями от сыром функционал этой ручки равен нулю наверное и использоваться она будет исключительно как крепление фар как ее установить во первых надо сделать так чтобы я не свело пальцы во время установки то есть вы понимаете что функционально эта ручка на самом деле несет декоративную функцию так как так действительно тянуть за нее ну я бы честно говоря не стал потому что японская резина конечно это священная резина но хотя узнает вообще вообще его с подножки сдвигать начинаю ну а на самом деле здесь будут просто крепиться фары и все и на этом функционал этой ручки по сути закончен следующий момент это у нас крепление для номера и ну как завершение катафоз потому что третьего крепления завода не предусмотрено почему-то ребята у асаки решили что она здесь не надо российские номера даже если эти маленькие номера они ни разу не забота о покупателе и клиенте и перекрывают все и вся весит тонну и ни хрена это не работает по итогу поэтому приходится заниматься вот таким вот непотребьем крепление я выгибал ну типа полусферой потому что крыло хоть кажется что она там лопатой прямая но она имеет такую как бы округлость скажем поэтому приходится делать номер 10 и та же самая отвертка номер я уже сразу сделал маленький потому что большим номером я распрощался сразу как бы теперь рамку не сломать потому что большой номер здесь ну вообще ни к селу ни к городу а так получается вот у нас третья точка крепления раз мы сюда винтик загнали и крыло не кончается просто обрубка номера а висит ну еще дополнительно говорить не знаю почему но мне нравится всегда делать именно так потому что ну потому что мне так нравится и все как бы какое еще объяснение здесь нужно эстетически мне так более приятные так я делал всегда и везде наверное на дтехе у меня сделано так и даже даже на тенри у меня стоит подобная хрень от yamaha tv и мне так нравится но намного больше как приятнее здесь винты на самом деле как располагать да нет разницы я их прижму максимально близко на полозьях все это затянем винты по моему это оригинал от кавасаки крепление бак туда поставил другие а у этих очень широкая шляпка он соответственно без шайб и мы выигрываем по высоте ну а так вот номер будет закреплен то есть рамка максимально жестко на трех точках так бы он висел просто на 2 большой номеру предыдущего владельца ну висел косо криво с просветленного так отверстиями никто не заморачивался никакой эстетикой особо вообще этот мотоцикл был спасен от того чтобы из него строили кастом вот типа это это же идеальная заготовка под кастом по мне слава богу что я его купить потому что один кастом из номинатора мы уже видели и чё-то как-то там кастомизация так себя так получается крайний элемент который нам надо установить это багажник он встает один раз уже и навсегда больше я думаю с ним никаких манипуляций происходить не будет единственного его теперь надо сука натянуть на раму да тут еще и провод мешает так в общем попробуем натянуть его на раму тут как бы опять вопрос просто в количестве лака который его налили ну вроде встает так сразу потянем провода для поворотников здесь на крыле есть специальные выемочки под провода вот так вот раз и здесь пластике есть выемка и ну давай вот а помимо выемки тут еще есть хлястики ну типа в которые должна проходить по заводу проводка то есть мы его сюда пропускаем опускаем вниз и провод висит на своем законном месте дальше все это хоп на коннектор соединилось и здесь соответственно все то же самое провод хоп на коннектор соединили и готово забавно что несмотря на то что багажник при его установке он сдвигается как бы это правильно сказать но в общем происходит его освещение нет никаких проблем права длины проводов хватает я все это веду к этому теперь вот тут наверно возникнут некоторые сложности потому что изначально на этом багажнике и отверстие просверлено неправильно и прыгну я использую болты с этим переменным сечением и возможно сейчас болт будет маленечко туговато мягко говоря идти на краску так что я наверное сейчас сначала наживлю их все но все три тут он и держит один сверху родной и два по бокам конструкция ну максимум примитивизм просто в дуре тянуть не очень хочется хочется чтобы все зашло ровно с первого раза и без каких-либо потерь не знаю насколько колхозно выглядит крепление под сумку и вообще нужна она здесь или нет но не знаю я как бы своей практике там того же ну использование yamaha ttr иногда удобно там ту же паутину с собой положить потом на кт-600 у меня сумка потом она вообще сумка трансформер то есть она раздвижная и туда можно запихать легко чехол от мотоцикла и никаких там дополнительных кофров и все с кофрами я больше вообще никогда ездить не буду если где кофр оставил это на тенере но там как бы тур эндур не так страшно так езда с кофрами во первых это сразу абсолютно страшный мотоцикл становится это первый момент второй момент то что меняется развесовка особенно если это что-то нагружаешь кофр но как будто сразу логичный вопрос возникает а зачем тогда кофр если в нем ничего не возить ну и в общем получается что вроде функционал есть но условно но использовать его оттуда напрашивается вопрос зачем все это надо ну и финалом устанавливаем сидение ну на самом деле это еще не финальная стадия этого мотоцикла каких-то мелких доработок будет уйма потому что возможно масляный радиатор появится возможно центральная подножка появится сейчас все что показано это вот готовость его на данный момент времени а так вся эта эпопея может длиться до бесконечности на самом деле не так много с ним остается сделать центральную подножку стал что я знаю что и сделал здесь возможно потом сделать ну подключить пары которые скором времени придут а еще будет заказана сеточка на фару я не сам делаю а с алика заказал маленькую она не весит три тонны ну то есть прям скрэмблер скрэмблером должен получиться ну и собственно все на этом установка всех вот этих вот бесполезных допов на данный момент практически закончена ну а с вами была мастерская панк-мотогараж я сергей панкратов не забываем подписаться на канал и все до новых встреч